Здравствуйте! Subaru Outback Автомобиль, который вобрал в себя самые положительные качества разных автомобильных классов Машина, которая находится на втором месте по продажам среди всех моделей марки Subaru Автомобиль, который выигрывал различные престижные ралли в США Простыми словами, универсал повышенной проходимости, который имеет уже достаточно длинную и богатую историю Итак, перед нами Subaru Outback 2013 года выпуска Это четвертое поколение И перед нами именно рестайлинговая версия Машина достаточно большая, длина ее около 4 метров и 80 сантиметров Ширина 1,82 метра То есть этот автомобиль реально больше многих современных кроссоверов На сегодняшний день автомобилю 7 лет Но благодаря рестайлингу и общему отличному техническому и внешнему состоянию Машина, на мой взгляд, и сегодня выглядит замечательно У нее дизайн такой как бы и спортивный, в то же время дерзкий Современный, в общем, машина выглядит замечательно Я уже несколько раз сказал, что это версия рестайлинговая Так вот, в чем же он заключается У нас измененная передняя оптика Она немного затемненная Плюс ко всему изменена решетка радиатора Также на Subaru Outback вернули черный пластиковый обвес по кругу, по низу Машина у нас вся черная, поэтому это не так заметно, но все же он есть Плюс в этом такое то, что если вы даже заденете где-то, поцарапаете, царапин всех этих видно не будет Машина у нас повышенной проходимости, поэтому это достаточно важно Также больше стали передние противотуманные фары Появились на крыше полноценные рейлинги Ну и некоторые изменения, конечно же, есть в салоне Как-то появился многофункциональный дисплей возле спидометра Ну и такие мелочи, как появилась функция троекратного моргания поворотника При легком нажатии литые диски здесь стоят 17-го диаметра И они как бы немного затонированы, серые, очень красивые Когда речь идет об автомобиле марки Subaru и об Outback в частности Нельзя не сказать про его дорожный просвет Здесь 213 мм Такой показатель не может позволить себе даже такой внедорожник, как Mitsubishi Pajero Sport Там дорожный просвет меньше Ну, конечно же, здесь свесы пониже находятся И в принципе они подлиннее Но вот если брать именно нижнюю точку, то в этой машине она выше Плюс не забываем, что днище у Outback достаточно плоско И это тоже хорошо сказывается на его проходимость И не зря такие автомобили покупают настоящие ценители Которые знают, на что способен этот автомобиль вне асфальта Часто у нас спрашивают, как к нам попадают автомобили Вот конкретно этот Outback мы забирали у официального дилера из Трейдина Ну, просто мы не могли пройти мимо такой машины Вот конкретно этот экземпляр имеет реально отличное техническое состояние Машина уже прошла диагностику и нареканий как таковых нет Кузов у него полностью в заводском окрасе И вот с такими данными машины на вторичном рынке найти достаточно сложно Этот экземпляр перед вами На Outback устанавливали разные моторы Но в данном случае у нас двигатель объемом 2,5 литра Это оппозитная четверка Бензиновая, мощностью 163 лошадиных силы Марка двигателя EG253 Машина сама по себе достаточно свежая Но двигатель установлен старого образца Вообще вот Ёж 25, как его еще называют Начали устанавливать на машины марки Subaru в 1996 году А сделали его из менее объемного движка Subaru, который вообще начали выпускать Если мне память не изменяет, в 1989 году По современным меркам двигатель достаточно надежный Завод-изготовитель гарантирует, что минимум 250 тысяч он спокойно отходит Есть у него некоторые проблемы Бывают перегревы, бывают сальники текут Но вот эти все сложности, так скажем, они изучены мастерами на разных сервисах Теперь машины марки Subaru не являются какими-то техническими сложными И дорогими в обслуживании Поэтому проблем с эксплуатацией такого автомобиля точно у вас не будет В наших российских условиях эксплуатации Вот тот факт, что движок сам по себе старый Это, конечно же, плюс Потому что он может переваривать топливо не очень хорошего качества Плюс он очень сильно распространен, очень хорошо изучен Ну и опять же мы возвращаемся к простоте эксплуатации этой машины Движок сам по себе не очень экономичный Тем более машина достаточно большая, тяжелая Но ситуацию спасает здесь вариаторная коробка передач Которая, как мы знаем, во-первых, позволяет реально экономить топливо То есть если бы стоял обычный автомат, машина бы кушала, ну прям ощутимо больше Это я по личному опыту даже знаю И плюс ко всему вариатор, во-вторых, да, дает улучшенную динамику То есть с вариаторной коробкой машина едет пошустрее Опять же завод-изготовитель указывает, что эта машина до сотки разгоняется в районе 10 секунд Это нормальный показатель для такого большого автомобиля с таким двигателем Очень важно приобрести машину в реально проверенном месте, да, не где-то у перекупов с честным пробегом Потому что если вдруг такое случится, что движок сломается Контрактный будет стоить, ну по крайней мере в Новосибирске от 40 до 70 тысяч И это не гарантирует вам того, что он будет еще очень долго и беспроблемно ходить Поэтому приобретайте машину только у проверенных людей в проверенном месте Одна из причин, по которым берут такую машину, это, конечно же, багажник В обычном виде, когда второй ряд сидений используется по прямому назначению Объем его практически 950 литров Это достаточно большой показатель Если же вы складываете сидение, получается практически ровный пол И там уже мы имеем цифру в районе 1700 литров Реально большой багажник, можно перевозить что-то длинное При случае спать даже вдвоем Сидения очень удобно складываются ручками из багажника механическими Под полом докатка в данном случае, в конкретном данном случае Она абсолютно новая, ни разу не использовалась И в ней уложен аккуратненько заводской инструмент Домкрат и баллонник Как я уже говорил, машина достаточно большая, длинная И японцы очень грамотно использовали всю эту длину Во-первых, багажник большой здесь Во-вторых, обратите внимание, как я располагаюсь на заднем сидении Места реально много Я сел сам за собой При этом мой рост 180 см И запас для ног, для коленей просто огромный Плюс их можно поставить под сидение первого ряда Посадка очень удобное Сидение, точнее спинку можно регулировать Здесь очень широкий и на удобной высоте подлокотник В общем, находиться здесь реально классно Обивка у нас полностью черная-кожаная У машины пробег сейчас чуть немного за сотню Он, кстати, подтвержденный И кожа в полном порядке Плюс она, кстати, перфорированная К сожалению, нет здесь подогрева для задних пассажиров Но есть обдув На дверях тоже вставки из кожи И мягкий и приятный на ощупь и на глаз пластик В сравнении с предыдущими кузовами Аутбека здесь стало ощутимо больше места У меня лично был Аутбек 2008 года выпуска И та машина прям сильно-сильно меньше Даже места над головой здесь больше Список опций у этого автомобиля достаточно обширный Как я уже говорил, здесь полностью кожаный салон Кожаный мультируль Есть раздельный климат-контроль Круиз-контроль Управление музыкой на руле Водительское сидение с электроприводом Есть память на двух водителей Также в этот список добавляется кнопка запуска двигателя Бесключевой доступ Подогрев передних сидений Здесь электронный ручник Также, ну, конечно, есть противобуксовочные системы Системы предотвращения заноса автомобиля Так как машина рестайлинговая Здесь уже пластик, который раньше был окрашен под алюминий Теперь он под темный металл окрашен В общем, к дизайну в целом вопросов нет Конечно, но хотя, конечно, это все на вкус и цвет Итак, что мы имеем? Subaru Outback 2013 года Выпуска рестайлинговый Двигатель 2,5 литра Атмосферный Естественно, полный привод И вариаторная коробка передач Отправляемся на тест-драйв Хотелось бы сделать небольшое отступление У меня после эксплуатации подобного автомобиля Только чуть старше И поездки вот именно на этом Появляется вопрос Зачем приобретать кроссоверы Обычные кроссоверы Если есть машины такого плана, такого класса Поясню Как я уже говорил Outback взял в себя все самые лучшие положительные качества разных классов машин Что важно Кроссовер, ни один кроссовер практически Обычный кроссовер не даст такого комфорта на трассе И не даст такого комфорта на плохой дороге Где нужно ехать достаточно быстро При этом машина очень высокая Очень проходимая Надежная, конечно же И, что немаловажно, вместительная Багажник очень большой И очень много места для задних пассажиров Так зачем брать обычный кроссовер? Для меня это загадка Продажи кроссоверов находятся на очень высоком уровне А продажи вот таких универсалов повышенной проходимости Достаточно маленькие Загадка Что же касается данного конкретного автомобиля Обзорность здесь очень хорошая Зеркала большие Посадка выше, чем в обычной легковушке Это, конечно же, плюс По ощущениям здесь сидеть достаточно удобно Сидение хорошее Плюс есть много регулировок Поэтому усядется практически любой водитель Когда мы только поехали на этой машине Меня удивила шумоизоляция Покрышки здесь стоят все сезонки Для скандинавской зимы Они достаточно шумные Хоть и без шипов Вот из арок звук идет, шум идет А вот именно, что касаемо дверей То оттуда шума практически нет Я удивился И при этом шумоизоляции дополнительной в этой машине нет Комфортно эту машину назвать в городе Наверное, на 100% нельзя Потому что, когда вы едете на маленькой скорости По не очень хорошему асфальту Или там, где есть реальные ямы Именно на маленькой скорости Машина ощущается достаточно жесткой Но все меняется, когда вы начинаете ехать Хотя бы скоростью километров 30 в час И подвеска этой машины съедает все неровности А если вы выйдете реально на плохую дорогу И будете там ехать тоже достаточно быстро Машина не будет этого ощущать Это еще один такой серьезный плюс В пользу вот именно Subaru Outback Динамика у этой машины, как я ее называю Приемлемая или даже больше Потому что движок 2,5 литра Он все равно не даст вам какой-то бешеной динамики Но в то же время, благодаря вариатору Машина очень уверенно чувствует себя в городе На трассе можно использовать даже ручной режим Вот есть подрулевые лепестки В общем, как по мне Мотор этот вполне пригоден Ну или даже больше Он хорошо подходит этому автомобилю Этой массе, этим размерам Есть, конечно, модификации с движком 3,6 литра Но там, во-первых, налог будет побольше Расход будет точно больше Еще и потому, что там обычный автомат стоит Вот именно по той причине, что движок оптимальный Для аутбека Именно по этой причине и берут их в большом количестве Потому что с двигателем 3,6 литра Ну, стоит подороже Но если бы реально он был нужен То, конечно же, и с тем движком аутбеков брали больше Немного добавлю про муфту полного привода Она считается на этой машине очень надежной Потому что обычно на машинах ее прячут в задний редуктор Да, там смазки мало, масла мало И поэтому ее можно в том числе и перегреть А здесь эта муфта, она спрятана именно в саму коробку Туда, где реально много масла И поэтому она не перегревается и достаточно надежна Вот подал газу, обороты поднимаются Вариатор, переключения нет Сейчас, конечно же, движок уже слышно Субаровский оппозитник И машина на самом деле очень шустро разгоняется Всегда есть те люди, которые говорят, что вот есть 3,6 А есть 2,5, вот 3,6 едет, 2,5 не едет 2,5 нормально едет, не забываем, какая здесь коробка стоит 3,6, естественно, динамика будет лучше Но надо ли оно в современных реалиях, в современных городах На современных трассах, где очень много камер И вообще не рекомендуется нарушать Потому что, в принципе, уже стало очень много машин И, как всегда, дураков на дорогах Итак, друзья, этот автомобиль вы можете приобрести в Новосибирске В автосалоне RDM Import на улице Фрунзе, 61-2 Мы работаем без выходных, без праздников и без обедов Обязательно подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, пишите комментарии Заходите на наш официальный сайт И заходите в наш инстаграм Спасибо за внимание, пока!